Новый учебный год стартует в ближайший понедельник. 2 сентября звучат первые звонки для первоклассников, ну а третьего школьники примутся за уроки. Пока педагоги готовятся к учебному процессу, Кабмин обещает уже с октября поднять им заработную плату. Так, по данным Министерства образования, без сокращения часов нагрузки и изменения учебного плана, увеличение оплаты труда коснется 120 тысяч работников образовательной сферы. Не только школ, но и детсадов, ПТУ, училищ и колледжей. Увеличится стоимость за отработанный час, плюс на 30 процентов поднимается сумма за ставку. На эти цели в текущем году потребуется 2 миллиарда 309 миллионов сомов, ну а в следующем 6 миллиардов 928 миллионов сомов. По расчетам профильного ведомства при нагрузке в 20 часов зарплата учителя должна составить около 17 тысяч сомов. Шум от работы строительной техники здесь затихает разве что ночью. В селе урок, что в Чуйской области строится новый корпус средней школы. Уже в следующем году за парты здесь сядут школьники из нескольких близлежащих районов. И по словам педагогов, здание позволит комфортно разместить более двух тысяч учащихся. Школа была рассчитана на 320 ученических мест, но в 2019-2020 учебном году 2100 учащихся работаем в три смены. Дополнительно четвертая смена у нас межсменка называется. От 7.15 у нас до 7.30 уроки у нас продолжаются до вечера. Мы находимся между этими новостройками. Кахоргуарча, Бешик, Ахордо. Есть свои семь новостроек, откуда идут наши дети. Поэтому мы вообще не вмещались в наши здания. Дать официальный старт строительства и провести торжественную церемонию закладки капсулы сюда прибыл и глава государства Сорунбай Джейнбеков. Это по его инициативе сельские дети обретут возможность учиться в улучшенных условиях. В минувшем году президент распорядился выделить средства из тех, что поступают на единый депозитный счет вследствие борьбы с коррупцией. Эти деньги и предназначены на строительство новых школ и дополнительных корпусов. Только на урокскую среднюю школу государство выделило 128 миллионов сомов. Коррупция как сорняк. Ее нужно искоренять. Нужно бороться. Всеми доступными методами, иначе она будет прорастать дальше. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы в нашей стране не было проявлений коррупции. Но мы должны бороться вместе. Деньги, поступающие на единый депозитный счет, направляются на благо детей, на образование подрастающего поколения кыргызстанцев. Когда я посещаю регионы и общаюсь с людьми, часто слышу от жителей о том, что не хватает школ, не хватает детских садов. Недавно в Нарыне тоже сказали, вот на деньги со счета строятся школы, нам бы еще детские сады. Как только укомплектованность в школах будет соответствовать норме, как только мы решим проблему со средними образовательными учреждениями, мы начнем решать проблему дошкольного образования и строительства детсадов. В среднем по стране в каждой школе количество учеников превышает норму в три раза. В классах от 40 человек и больше. За партами ученики располагаются по трое. О нехватке средних учебных заведений говорит и министр образования Гульмира Кудайбердиева. И по ее словам, наиболее остро эта проблема ощущается в столице и Чуйской области. По перечню строительства школ на средства от борьбы с коррупцией из этого фонда составляет 15 школ. Из них 7 школ – это город Бишкек, 7 школ – это Чуйская область и одна школа – это город Ож. Почему город Бишкек и Чуйская область? Потому что это самые проблемные зоны сейчас у нас регионы в плане переукомплектованности и нехватки школ. Отметим, что средства на строительство учебных заведений, министерство финансов намерено выделять по мере поступления заявок. Таким образом, первый транш составил 15 миллионов сомов. Помимо урокской средней школы, новый корпус возвели к школе-гимназии номер 12 в Бишкеке. Строительство также идет еще в 11 школах столицы, Чуйской и Ожской областей. Сабина Дамаскина, Урмат Мамбиталиев, НТС. Казахстан сменил своего чрезвычайного и полномочного посла в Кыргызстане. На этот пост назначен Кайрат Нурпиисов. Соответствующее распоряжение подписал президент Республики Казахстан Касым Джомар Токаев. Прежнего главу дипломатической миссии Карима Кокрикбаева освободили от этой должности, которой он занимал с февраля прошлого года. Причины смены посла неизвестны. Вновь назначенный представитель Казахстана имеет солидный стаж на дипломатической службе и не только. Кайрат Нурпиисов в разные годы работал вице-министром финансов, заместителем руководителя администрации президента, председателем агентства по делам государственной службы, руководитель аппарата Сената. Последняя его должность глава представительства президента Казахстана в парламенте. Президент Центера Голд Скотт Перри сообщил о прекращении всех судебных тяж по вокруг проекта Кумтор. Причина этому вступившая в силу стратегическое соглашение между компанией и правительством Кыргызстана. Об этом говорится на официальном сайте канадской золотодобывающей компании. В заявлении компания отмечает, что соглашение позволило определиться со всеми обязательствами, включая урегулирование всех споров, а также обязательства Кумтор Голд Компани о выплате взносов в различные природоохранные и социальные фонды правительства. Руководство компании-инвестора назвало это решение поворотной точкой в истории проекта Кумтор. Определенность, внесенная стратегическим соглашением, отмечает Скотт Перри, позволит продолжить работу над расширением запасов и ресурсов проекта, а также продлить срок эксплуатации рудника, повысить его эффективность и прибыльность. Из судей в обвиняемого генеральная прокуратура подозревает судью Свердловского районного суда столицы Долотбека Турдукоджоева в злоупотреблении должностным положением и превышении полномочий. По версии следствия, Турдукоджоев своим решением незаконно отменил постановление следователя о возбуждении уголовного дела и привлечении в качестве обвиняемого некоего гражданина Че Ю, которому вменяли мошенничество. Помимо этого судья Турдукоджоев незаконно отменил постановление Свердловского районного суда о заочном избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу. Сделал это судья после подачи жалобы адвоката подозреваемого гражданина. Жалобу, как отмечает следствие, Турдукоджоев по факту не рассматривал. В надзорном органе сообщили, что уголовное дело в отношении указанного служителя Фемиды уже направлено в суд. Под арестом не 120, как сообщалось ранее, а 135 объектов недвижимости, принадлежащих Алмазбеку Атамбаеву. В Генеральной прокуратуре уточнили количество объектов, по которым идет проверка. Арест наложили в рамках дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Между тем стало известно, что в ходе дела производства был снят арест с 20 единиц недвижимости. Это квартира в доме номер 77 в микрорайоне Джал, 23 в столице, в том числе принадлежащих объединению юридических лиц Ассоциации телерадиоорганизаций. Однако, как отмечают в Генеральной прокуратуре, МВД и ГКНБ продолжают устанавливать другие, фактически принадлежащие Алмазбеку Атамбаеву и его близким родственникам, объекты недвижимости, а также иные незаконно нажитые материальные блага. На допрос в военную прокуратуру Бишкекского гарнизона вызвали телохранителя Алмазбека Атамбаева, Каната Сагамбаева. Между ним и его сослуживцем проведут точную ставку. Адвокат Сагамбаева пояснил, что показания, которые они дали следствию, противоречивые. Однако, они имеют отношение к делу вокруг событий, которые произошли 7 и 8 августа этого года при попытке спецназа ГКНБ провести штурм дома бывшего президента. Осужденного бывшего депутата парламента Садыра Джапарова отпустили на похороны сына, который накануне скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом решении официально сообщили в Госслужбе исполнения наказаний. Ранее с таким прошением в ГСИН обратился адвокат, отбывающего наказание политика. Достан Садырулу получил многочисленные травмы, двигаясь на мотоцикле 22 августа по улице 7 апреля. В столице поздно вечером он столкнулся с автомобилем, который совершал разворот. Врезавшись в автомобиль, Достана Джапарова выбросила с мотоцикла и ударила другую машину. У парня были многочисленные переломы, как оказалось, несовместимые с жизнью. Вместе с ним на мотоцикле ехала девушка 20 лет. В данное время она находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Ее госпитализировали в Чуйскую территориальную больницу, закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме, диагностировали у нее ушиб головного мозга легкой степени, закрытый перелом кости лица, ушиб грудной клетки. В данное время по факту ДТП начато досудебное производство. Родственники пострадавшего Руслана Сапарбаева, бывшего военнослужащего войсковой части в Малюсу, который лишился рук в результате удара током от подстанции, намерены подать в суд на Госкомитет обороны с требованием выплаты солдату моральной компенсации. В том числе на приобретение дорогостоящих протезов. Этот несчастный случай произошел около года назад. Суд постановил, что действительно имело место быть халатность, в результате которой мужчина остался инвалидом. На сегодня пенсию военнослужащего, по словам его адвокатов, всего лишь 1850 сомов. Однако военном ведомстве с нынешними претензиями родственников Сапарбаева не согласны. По их словам, пострадавшему солдату было выплачено достаточно средств. Так, в прошлом году на его личный счет перечислено было более двух миллионов сомов. Средства собрали военнослужащие, перечислив свою однодневную зарплату. Участвовали в сборе денег и простые граждане. Еще 367 926 сомов поступили на лечение. Однако на эти деньги, как отмечает в Госкомитете обороны, родственники решили приобрести квартиру. Кроме этого, уже выделен еще один миллион сомов из республиканского бюджета, так называемая страховая сумма, которая выплатит пострадавшему в качестве компенсации. Таксисты и охранники устроили драку близ аэропорта Шереметьево в Москве. Некоторые водители такси являются гражданами Кыргызстана. Факт массовой драки подтвердили в посольстве нашей страны в Российской Федерации. Инцидент произошел 22 августа перед терминалом F. В стычке участвовали таксисты и сотрудники частного охранного предприятия в импелцентр. В связи с этим представители посольства выезжали в линейное управление МВД по Шереметьево, где предоставили нашим гражданам содействие при подаче заявлений, а также консультативную и переводческую помощь. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств по данному факту. Там есть повреждения, они вытащили табельное оружие, в нетрезвом состоянии вытащили табельное оружие, угрожали всем. Тот случай, когда маршрутка оказывается резиновой, за что ее водителя и задержали на двое суток. Гражданин Кыргызстана вновь попался российским автоинспектором. При попытке перевезти в салоне своего микроавтобуса 28 человек, 8 из которых дети. Все пассажиры являются мигрантами, которые ехали не на сиденьях, как полагается, а на самодельных деревянных полках, которые были установлены внутри салона транспорта. В июне этого года водителя уже задерживали также на территории России за аналогичное нарушение при провозе пассажиров. Однако мужчина продолжил свое дело. В итоге местный суд арестовал кыргызстанца на двое суток за перевозку людей в нечеловеческих условиях. Пассажиры маршрутки продолжили путь на автобусе. Объездную дорогу от Бишкека до села Чимкоргот сделают платной. Такое предложение поступило от Министерства транспорта и дорог. По словам главы ведомства Джаната Бишенова, поправки в закон о платных дорогах согласованы с государственными органами и внесены на рассмотрение аппарата правительства. Протяженность платного участка объездной трассы составит 73 километра. Добраться из города до указанной точки можно по альтернативному пути, а значит сделать этот участок трассы платным возможно. Сумма проезда пока не называется. Более тонны мусора в минувшую пятницу собрали у подножия горы Таштаратан. Свыше 100 волонтеров, как взрослые, так и дети соревновались в том, кто больше соберет мусора. За это и присуждались баллы. Принявших участие в эко-квесте поделили на шесть команд. Они собирали в мешки пластик, стекло, после чего эти отходы направили на вторичную переработку. Ну а остальное вывезли на мусорный полигон. Шестичасовой квест выдался очень увлекательным. Команды отвечали на вопросы на тему экологии. За каждый правильный ответ еще один балл. По итогам определили победителя. Лучшим вручили призы. Эко-квест сотрудники «Газпромнефтиазии» провели уже второй год подряд в рамках программы социальных инвестиций компании «Родные города». Они уверены, проблему загрязнения окружающей среды можно решить, воспитывая в кыргызстанцах экологическую культуру. Мы уверены, что чистое будущее в чистом настоящем. И цель нашего проекта «Эко-волонтер» в том, чтобы привить у людей экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде. У нас сегодня приняло более ста участников. Это сотрудники нашей компании и также неравнодушные горожане, которые присоединились к этой акции. Я бы хотела призывать молодежь, чтобы не засоряли, всегда за собой убирали. Давайте сохраним наш чистый, красивый Кыргызстан. Новый столичный парк, который разбили на пересечении Южной магистрали проспекта Чингазаэтматова, откроют 30 августа, в канун Дня независимости республики. Об этом сообщили в мэрии Бишкека. Его благоустройство продолжается. В эти дни туда завозили декоративные фигуры животных. Часть из них являются садовыми скульптурами. Более крупные – зеленые топиарии, покрытые искусственной газонной травой. Общая площадь парка – около 10 гектаров. Территорию продолжают засаживать растениями. К слову, все желающие могут также посадить на его территории свое дерево в рамках акции «Парк для жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова